Забайкалья Забайкалья В тот момент, когда мы образовались, мы стали искать новую форму существования, чтобы отличаться от уже существующих коллективов. И придумали театр, где можно было играть, петь, танцевать, в общем, жить в органичных условиях. Стены снизу доверху покрыты грамотами и благодарственными письмами на иностранных языках. Некоторые не поместившиеся на ступенях в коридоре театра. Все это знаки мирового признания забайкальского коллектива. Теперь в Европе и на Востоке знают, как звучат не только брендовые российские «Катюша» и «Калинка», но и заветные народные песни Забайкалья. Возможно, и о существовании самого края многим за рубежом стало известно только после знакомства с фолк-театром. За эти годы артисты фолк-театра Забайкалья побывали на гастролях во Франции, Тунисе, на Сицилии, в Китае, Монголии, Сирии, Италии, Греции, Испании, Белоруссии и Прибалтике. Оказывается, чистое искреннее искусство фольк-клора по-настоящему дорого современному человеку. А уникальные постановки танцев Ольги Кореневской, главного балетмистера театра, делают его понятным для зрителей любой страны. Что еще в активе фолк-театра из Забайкалья? Выступление на Славянском базаре в городе Витебске вместе с юной тогда еще певицей из Москвы Пелагеей. Сцена государственного концертного зала «Россия» на 85-летие маэстро русского джаза Олега Лонстрома. Специально для этого концерта он сделал аранжировки нескольких песен забайкальцев. Совместная программа с Дмитрием Ревякиным и его группой «Калинов мост». Забайкалья – участник празднования 850-летия Москвы, где артисты выступали на лучших концертных площадках столицы. Несколько концертов совместно с Пелагеей в разное время успешно прошли в знаменитом московском клубе «Джао-да» – китайский летчик. В Москве театр представлял Забайкалья во время празднования 100-летия Московской железной дороги. Проект певицы Пелагеи «Сибирский драйв» с огромным успехом прошел в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и в родной Чете. Коллектив открыт для нового опыта и на одной из репетиций театра побывал сам Иосиф Кобзой. Успех и признание измерить сложно, а вот посчитать зримое воплощение продуктов творчества без проблем. За 10 лет вышло 9 дисков с записями лучших песен в исполнении Забайкалья. В репертуаре театра 10 концертных проектов. Совместно с Четинской телекомпанией «Альтес» за два года были сняты 6 видеопрограмм с концертами забайкальцев и 10 клипов на их лучшие песни. ПЕСНЯ 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 Увидев однажды этот клип, артисты знаменитого академического сибирского народного хора из Новосибирска были глубоко потрясены, признав, что это принципиально новый путь в продвижении российского фольклора. ПЕСНЯ Концерты, спектакли театра – это история России. История Забайкальского края со времен язычества до наших дней на языке песни, танца и музыки. Мир древней русской культуры открывается и в костюмах артистов театра. Все они выполнены четинским художником-модельером Ириной Кулеш. ПЕСНЯ И все же в чем секрет успеха театра? Возможно в том, что коллектив тесно связан не только творчеством. Забайкалье как одна семья. Не секрет, что здесь работают дружные семейные пары. Авдеевы, Субботние, Рюмкины, Кравцовы, отец и сын. И вот уже подросло новое поколение забайкальцев, выходящих на сцену вслед за родителями. А имена у них какие? Добрыня, Василиса, Марья, Варвара. Честно сказать, я уже не вижу никакой разницы между работой и семьей. Это же можно выйти на церковь, посмотреть, да? Можно то, что касается музыки или то, что касается семьи, все это в одном должно находиться. Хотим ли мы, чтобы наши дети пошли по нашим стопам? Я не знаю. Ну, захотят. Слава Богу, мы поможем. Глядя на, можно так сказать, на мое чадо, с шести, по-моему, лет, если не с пяти, он начал заниматься хореографией. И, конечно, никто не предполагал, что это вырастет как бы в профессию, грубо так. Любому родителю приятно слышать, когда есть отзывы специалистов, которые говорят о том, что ваш ребенок что-то может. О своем будущем театр уже побеспокоился. В 2004 году здесь создается детский ансамбль-студия «Отрада», где занимаются дети в возрасте даже пяти-шести лет. Юные артисты уже лауреаты многих конкурсов, в том числе и международных. В июле 2010 года «Отрада» побывала в детском международном лагере в Италии. «Отрада, давай-давай, Отрада, не подкачай, Отрада, ты лучше всех, Отрада, нас ждет успех, Отрада!» Артисты театра руководят и лучшими молодежными коллективами города, неоднократными победителями фестивалей российской студенческой весны, фолк-группой «Румяницы», вокальной студией «Нота Бена», танцевальной группой «Фиеста». Заглянем на интернет-форум театра. География и демография представлено самое неожиданное. Буквально от тайги до британских морей заходят в гости на сайт Забайкалья. И старый млад, и студент, и бизнесмен. Такие разные, одинаковые в одном. Все они хотят выплеснуть свои эмоции, разделить впечатления от знакомства с театром, признаться ему в любви. Пусть не заканчивается магия Забайкалья, ведь это целый мир, мир театра, театра Забайкалья. Фолк-театр Забайкалья – мир, подкупающий искренностью и простотой. Там любовь – это любовь, война – это война. Это игра, выписанная музыкой, которая всегда идет от сердца. Это то, что помнит каждый, даже если думает, что забыл. Их невозможно не любить, потому что волосы дымом и мороз по коже. Они поют, как ветер, звезды, как дождь в саду. Все это для зрителей, это для России. Без тебя роднее и прекрасней Стала ты нам радостью и счастьем. ПОЮТ ТЕБЯ МОЯ МЕЧТА Цветущая красавица Чита Что впереди? Длинный путь творческих поисков, новые удачи и разочарования, встречи и расставания, новые зрители, новые песни и танцы, новые страны, новые сцены. Одним словом, все еще впереди для нашего Забайкалья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok